Доброй ночи, друзья! С вами Васильев Анатолий из Аликанте, из Испании. Сегодня я хотел бы сделать небольшой такой репортаж, как обычно, по просмотру фильма. Одного из моих любимых фильмов это Зимний вечер в Гаграх. Друзья, у каждого человека должно быть, наверное, думаю я так, какие-то либо любимые книги, либо любимые фильмы. И, наверное, их нужно постоянно перечитывать или пересматривать. Ну, так уж сложилось. Вот этот фильм действительно настолько добр, настолько пронзителен своей печали, что он не может быть просто не родным любому человеку, который жил в России в той действительности, в том СССР и прекрасном, с одной стороны, да, и тоже принесший многом печали. К сожалению, так. По-разному у людей складывалась жизнь. И вот, знаете, здесь, вот в этом фильме, конечно, вот показано, вот это вот действительно пронзительная боль. Пронзительная боль, пронзительная печаль того, что может произойти с людьми. Казалось бы, человек заслуженный, много-много служил в жизни, много сделал в жизни. Великолепный артист, принципиальный человек. Понимаете, а как вот с ним судьба сыграла свою жизнь. Я не хочу сказать, что все там вот, что он, он, может быть, и считал себя несчастным человеком. Нет. Ну, так вышло. Вы понимаете, вот какие моменты всегда, вот они тяжелые, понимаете, тяжелые для восприятия. Ну, конечно, самоотношение. Понимаете, вот ты старые. Вот ты не только просто старый. Ты старый репетитор, да. Понимаете, и как-то неуважение какое-то. Конечно, уважение есть людей, безусловно, да. Понимаете, но вот у руководства вот не так все это, да. Понимаете, а многое зависит именно от руководства. Ну, даже дело не в этом, понимаете. Вот эпизод, когда дочь стынет своего отца. Печальный эпизод. Печальный эпизод. Да, жизнь сложилась так. Возможно, и он где-то в чем-то виноват. Ну, почему нет? Не бывает так, чтобы... Ну, знаете, все равно просто печально. Ну, просто печально. И знаете, еще с чем меня вот этот фильм, ну, просто он задел всегда и всегда задевал. А в последние годы еще больше, наверное, да. Ну, это вот тем, понимаете, ну, вот как складывается жизнь у многих актеров, у российских актеров, тех актеров, которые вот были еще в Советском Союзе, да. Вы знаете, далеко ведь не у каждого складывалась такая вот хорошая, прекрасная, вот такая вот обеспеченная, очень обеспеченная старость. Далеко не у каждого. Далеко не у каждого. Многие прекрасные артисты заканчивали свою жизнь за чертой бедности. Ну, давайте вещи называть своими именами. Вы знаете, как вот у Ремарка. Вот людей высасывают, да, а потом на них просто плюют. Ну, что не так? Вы знаете, вот огромные... Ну, много людей. Я вот знаю... Знаете, вот Мартистка Назарова, да, та, которая вот у картины Стигров, да, вот. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, как обидно. Вот так вот, что вот... Ну, вот так вот она кончила, да. В общем, тот же артист Витцин. Да и можно сотни перечислять. Кого-то, безусловно, так сказать, судьба миловала, да. Может быть, немножко и наладилось с годами, да. Может быть, в последние годы это наладилось. Я не могу точно сказать. Я знаю, что Михалков очень многим помогал. Ну, по крайней мере, он так говорил, да. Ну, и я думаю, что и это, наверное, действительно так. Будучи уже... Я очень ранимо отношусь вообще к кинематографу. Я очень его люблю. И, конечно, я ранимо отношусь вот к судьбам. К судьбам актеров, к судьбам артистов. Это люди, на которых мы воспитывались. Они вообще в нашу жизнь вошли. Они вот здесь, в мозгу у нас. Понимаете? Ну, как это так вот? И эти люди, они формировали нас. Они формировали наше мышление. И я не думаю, что оно плохое мышление. Нет. Ну, вот как так получается? Богатейшая страна. Богатейшие ресурсы. Лузунги. Все для человека. Понимаешь, обидно. Обидно. Очень обидно. Я не хочу сказать, что что-то можно там переделать. Я не собираюсь каких-то революций делать. Как оно идет, наверное, так оно и идет. Но, может быть, сейчас уже что-то получше стало. Может быть. Может быть, действительно, кому-то, так сказать, рейтинг более приближенным. Как-то фортуна поворачивается лицом. И все как-то получается. Ну, вот в данном случае, да, вот я с этим фильмом. Я вот именно так его воспринимал, понимаете? Как вот такой пронзительный такой фильм. Актерский состав. Ну, вы знаете бы. Ну, просто вот. Я даже не могу сказать. Я совершенно обожаю Истегнея. Очень люблю его. Очень его люблю. И, вы знаете, он Он ведь еще знаменит не тем, И даже не только тем, что Прекрасный актер кино. Он Прекрасный Прекрасный актер театра. Да, и За ним тут такая слава есть. Панкратов Черный, Гундарева, Никоненко. Я всех их обожал. Обожаю. Я всегда их обожаю. И, конечно, друзья, я просто высказываю свое мнение. Просто высказываю свое мнение. Если кто-нибудь захочет посмотреть этот фильм, Вот после моего вот такого репортажа, да, Я буду считать, что цель достигнута. Даже вот один человек посмотрит, я уже буду рад судьбе. Понимаете, что я именно так сделал. Понимаете, поэтому я вот записываю. Вот здесь вот. Дальше вот буду скачивать на YouTube. Да, все это время. Но мне его не жалко, потому что вот дело-то очень благородное. Дело благородное. И нужно, ну, знаете, вот отдать должное людям, которые сделали вот такие прекрасные фильмы в то время. Скажу, вот я уже несколько раз говорил, нечестно хочу, так сказать, признаться, я практически, но почти не смотрю вот современных российских фильмов. Я не знаю, может быть, я что-то потерял. Да, но не очень я в этом уверен, что я вот очень много потерял. Ведь те фильмы, которые, конечно, нет, они есть сейчас, что-то есть. Я смотрю, я не хочу вам сказать, что я вообще не смотрю. Нет, конечно. Наверное, они и будут, они и будут, конечно, сдаваться. Но того время, когда вообще каждый фильм почти хотелось смотреть, наверное, это время уже не вернешь. И мне очень жаль. Вот, друзья, пожалуй, я вот закончу на этом. Я еще раз хочу сказать, что попросту выскал свое мнение. Ну уж как вы к этому отнесетесь? Дело ваше. Всем доброй ночи. Кто меня будет смотреть днем? Доброго дня. И вообще, всем хорошего настроения. Всем мира. И мир нам неба над головой. Всем доброго, друзья. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok